До сих пор иностранные автопроизводители только приостанавливали бизнес. А General Motors, похоже, приготовился из России уходить. Официальное заявление сформулировано хитро — компания расширяет меры по остановке деятельности в России. Но фактически к увольнению сотрудников московского офиса уже приступили — весь пиар-отдел распущен по домам, поэтому пресс-релиз подписан американцами. И здесь важна предыстория. В 2015 году, в разгар предыдущего кризиса, концерн General Motors принял решение до минимума сократить своё присутствие на российском рынке. Официально поступок объясняли экономической целесообразностью. Но всем было понятно — это последствия крымской весны. Тогда прекратились продажи всех «Опелей», а также основной массы моделей «Шевроле» — «Кобальта», «Крузо», «Коптивы». Одновременно остановился петербуржский завод, который потом пришлось надолго законсервировать. Его удалось пристроить только полтора года назад, а новым хозяином стала российская дочка компании «Хёнде». Самой серьёзной потерей оказалась так и не вышедшая «Шевроле Нива 2». Тесты предсерийных экземпляров говорили, что конструкторам удалось создать прекрасный внедорожник. При этом мотор, трансмиссия, подвески — всё это спроектировали заново. От предыдущей машины осталась лишь эмблема. Но проект закрыли. А в 2019 году американцы продали свою половину в совместном предприятии GM-АвтоВАЗ. В итоге сборку нынешней шнивы перенесли на ВАЗовский конвейер, а завод бывшего СП остановили. Что происходит сейчас? Ещё 11 марта США запретили экспорт автомобилей в Россию на неопределённый срок. После этого московский офис терпеливо дождался разъяснений от заокеанского регулятора и начал сворачивать бизнес. По информации газеты «Коммерсант», дилерам отправлены письма об остановке поставок машин и запчастей. Расторгнут ли дилерский контракт и что будет с техобслуживанием и гарантией — ясности нет. Но при сохранении американских санкций немногочисленным автосалонам предстоит закрыться. Напомним, что российская гамма GM состояла из импортных кроссоверов и внедорожников марок Cadillac и Chevrolet. Изо всей линейки под американские санкции формально не попадает только паркетник Chevrolet Trailblazer корейского производства. А остальное — чистый импорт из США. По итогам прошлого года бренды на двоих заняли лишь 0,3% нашего рынка. Впрочем, история Chevrolet для россиян, скорее всего, не закончится. Ведь массовые модели недавно вернулись через Узбекистан и Казахстан. Их продают через отдельную сбытовую сеть. Причём поставки тоже остановились в марте. Однако к General Motors этот бизнес не имеет никакого отношения.